Сегодня не было самой гигантской картошки в магазине, поэтому сегодня картошечка поменьше, но также будем ее приготовить в микроволновке. В прошлый раз 14 минут было на одну огромную, я думаю, что в этот раз пойдет у нас минут 15 на 4 вот такие вот скромненькие картофелины, скажем так, размером больше, чем обычное яблоко. И опять у нас грибочки свежие и мясо вот такое попробуем сделать уже маринованное. Для резки лука вот такая приспособа, тыкается луковица, режется и получается и пальцы не поранишь, и ничего не высказывает, и очень маленькие кусочки можно порезать. Грибы я режу вот такими здоровыми кусочками, то есть прямо просто на 4 части. И сегодня у нас эксперимент, добавляем морковку, замороженную причем морковку. Картошку запекаем обязательно под крышкой, чтобы была влага. Вот я крышку открыл, сразу все испарилось. Прошло 15 минут, проверяем. Опа, хопа, идеально. То есть 15 минут, даже вот видите, чуть-чуть слегка подсушило. 15 минут хватает, чтобы картошка приготовилась в микроволновке без вообще каких-либо проблем. Но вот процесс жарки у нас что-то достаточно медленный в этот раз, потому что морковка была замороженная. Поскольку процесс жарки что-то в этот раз медленно идет, я решил сразу мясо туда закинуть и потушить все это вместе. Мясо дает сок, жирок, тушится все прикольно. Крупную картофельную вот так разрезан 4 дольки, а мелкие просто пополам. Думаю, что все нормально у нас получится и вкусненько. В результате вот такой гуляш получился, но готовилось это все целый час, поэтому картошка уже съедена. Этот гарнир будет отдельно.